В Сыктывкар из Пскова вернулись 12-летние воспитанники республиканской футбольной школы, завоевавшие бронзовые медали на первенстве Северо-Запада. Это в мини-футболе мы на ведущих ролях. В Большом, когда играют 11 на 11, серьезных успехов у нас пока было совсем мало. Тем ценнее эта победа на открытой тренировке бронзовых медалистов побывал Максим Васильев. Они приехали в Псков дерзкими андердогами, уехали с приставкой «оправдавшие надежды». И это при том, что младшему из них совсем недавно исполнилось 11. Впрочем, еще до поездки именно этот возраст, 4-5-х годов рождения, тренерский штаб республиканской футбольной школы называл едва ли не главной нашей надеждой. Понятно, что уже к успехам на поприще мини-футбола все привыкли. Северо-Запад нам подчиняется без проблем, вне зависимости от того возраста, в котором мы принимаем участие. Постоянно участниками финальных соревнований по мини-футболу. А что сказать о футболе классическом? Тут все-таки, да, это успех, безусловно, успех. Успех нашей школы, успех ребят, успех тренеров, которые готовились сознательно к этим соревнованиям. И для меня это вдвойне приятно, потому что я сам начинал как футболист классического футбола. Первый матч с хозяевами турнира детской команды профессионального клуба «Псков-747» наши ребята начали с пропущенного мяча. Невооруженным взглядом было видно, как волновались мальчишки из Коми. Но постепенно игра выровнялась. На смену коротким обыгрышам с ближним пришли разрезающие фланговые передачи. И уже в дебюте второго тайма красносиние, а именно в этой форме выступала республика, нанесли два разящих контр-выпада. После выхода в плей-офф со второго места в группе и досадной осечки в полуфинале на матч за бронзу, наши мальчишки вышли, стиснув зубы, и с командой «Северный пресс» из Санкт-Петербурга сыграли по-мужицки взрослые. В итоге нулевая ничья и серия пенальти, которую не иначе, как псковским чудом, назвать нельзя. Начали республиканские мальчишки из рук вон плохо, трижды промахнувшись с точки. Унылые 0-2 на табло, и для победы питерцам оставалось забить всего раз. Но затем произошло невероятное. Некоторые говорили, что все, проиграли, уже плакали, садились, бутсы снимали. А некоторые говорили, что это еще не конец, мы можем победить. В некоторых моментах я всегда верю в себя, но лично я думала, что я опять промахнусь. Я просто штрафную хожу бью, а пенальти у меня постоянно страх, особенно в таких моментах. И тем не менее все получилось. Удача не просто повернулась к нашим ребятам лицом, даже широко улыбнулась. А как еще назвать тот факт, что их соперники трижды били с 11-метровой отметки куда угодно, только не в ворота. Наши больше не мазали. 3-2 в серии, и бронза уезжает в коме. В разумительный ответ скептикам, называющих наш регион нефутбольным. Остальные подробности турнира и нефутбольный секрет успеха в программе «Спортивная среда». Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.